ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Содержал победу в борьбе за призовую тройку. Теперь уже окончательно и бесповоротно медальная зона чемпионата выглядит так. Батэ, Шахтер, Гомель. Теннисист Максим Мирный побывал в Светлогорске, откуда уезжал в необычном для себя статусе посла доброй воли. Как выступили белорусские батутисты на чемпионате мира в Бирмингеме, что нового на хоккейных площадках страны и с кем Гомель сыграет в четвертьфинале Кубка Беларуси. Об этом не только в сегодняшнем выпуске программы. Уступив Гомель и Минская Динамо второй год подряд осталось без медалей. Гомель же триумфально завершил дебютный сезон после возвращения в элиту к завоеванию Кубка, добавив награды национального первенства. Исход бронзового противостояния решила активная игра хозяев после перерыва, а также нереализованный Михаилом Афанасьевым пенальти уже в добавленное к первому тайму время. Не сложно было предположить, что битва за бронзовые медали в городе над Сожем будет проходить при рекордной для чемпионата Беларуси 2011 аудитории. Организованная клубами стадионом акции «Один билет на двоих» нашла понимание в сердцах болельщиков в это непростое с экономической точки зрения время. Внес свою и довольно-таки немалую лепту и столичный фанатский десант. Около полутора тысяч активных болельщиков Динамо поддерживало свою команду в этом поединке. Атмосфера на стадионе действительно была несвойственной чемпионату Беларуси, ровно как и игра, которая получилась яркой, молниеносной и, главное, результативной. Такой футбол смотрелся на одном дыхании, и такой футбол, без сомнения, нам нужен. Матч Гомеля и Динамо собрал абсолютный рекорд посещаемости сезона 2011. Почти 10 тысяч болельщиков. Про игру говорить не хочется, потому что конец сезона, команда справилась с задачей. Хорошая игра, хороший антураж. Победа, конечно, мы все рады и надеюсь, все присоединяются. Основные события на поле начали развиваться по истечению получаса игры. Лесовой выполнил стандарт с правого фланга. Мяч миновав всех боровшихся на втором этаже игроков, казалось, уже юркнул в дальний угол. Но Гущенко в последний момент успел сгруппироваться и отвел угрозу. Динамо ответила тут же и дважды. Драгуны Ковель создали момент для Александра Быченко, но удар динамовского полузащитника Бушма свел на нет. А спустя еще несколько минут цепочка взаимных ошибок в штрафной Гомеля привела к удару Ковеля в борьбе с двумя соперниками. Мяч летел с отскоком от газона, но голкипер Гомельчан сумел отвести и эту угрозу. А перед самым свистком на перерыв произошел эпизод, вызвавший взрыв эмоций как на трибунах, так и на скамейке запасных Гомеля. Драгун отпасовал наворвавшегося в штрафную Быченко, которого преследовал Павел Платонов, не вовремя пустивший в ход руки. Падение минчани на гродненский арбитр Сергей Сахаревич мгновенно расценил как пенальти. К точке подошел Афанасьев. Удары перекладина спасает Владимира Бушму и компанию. Мы искренне поздравляем. Они добились этой честной борьбы. Мы сегодня... Не могу тоже своих ребят не похвалить. В принципе, футбол есть футбол, но мы проиграли. Да, обидно. Все равно хочу поблагодарить своих ребят. Также хочется поблагодарить и арбитра матча, потому что матч был очень принципиальный и тяжелый для рефери. А вот после перерыва характер матча существенно изменился. Гомель стал играть гораздо энергичнее, в первую очередь впереди. А вот у минчан адекватного ответа на такую активность толком так и не нашлось. Уже первая после перерыва серия атак хозяев завершилась голом Николая Кашевского. Удачно подкараулившего заброс штрафную. Плотный удар в дальний угол стал для Дмитрия Гущенко откровением. 1-0. В первом тайме мы много ошибок сделали на пустом месте. Команда-то у нас по возрасту поопытнее. Баллисты повидали. Вот здесь, конечно, наверное, мы где-то пустили. Может, мы чересчур перестраховывались. Потому что все-таки я держал в уме, что и ничья для нас неплохой результат. О ничье пришлось задуматься, когда на исходе часа игры контратака, начатая Драгуном, на своей половине поля завершилась рывком Афанасьева по правому флангу и передачей низом в центр на Боченка, блестящий удар которого Бушма отразить не сумел. Мяч по уходящей траектории влетел в дальнюю девятку. 1-1. Радость гостевой торсиды была безграничной. В ход пошли фаеры. Поле затянуло легким облаком дыма. Матч на пару минут пришлось прервать. Гомель после пробоины не растерялся и решил задавить «Динамо». При такой поддержке иначе просто было нельзя. Команду бы элементарно не поняли. В одном из эпизодов Гущенко после углового вытащил мяч из-под перекладины. До поры до времени минчане справлялись с кавалерийскими наскоками соперника. Но на 79-й минуте никто из приезжих футболистов не сумел помешать Левицкому нанести прицельный выстрел с 25 метров. Мяч нашел пристанище в левом нижнем углу от вратаря. По тому, как складывалась игра, даже минимальное отставание минчан виделась катастрофой. Тем не менее, шанс отыграться у белоголубых был. Но Драгун на 90-й минуте пробил в крестовину. 2-1 в пользу хозяев. Это победа, которая принесла Гомелю бронзовые награды чемпионата страны. Вот так оно бывает. Еще вчера Первая лига, а сегодня Пьедестал национального первенства. Команда из города над Сожем заслужила бронзу, а вместе с ней путевку в Лигу Европы на следующий сезон. После матча в съемочной группе нашей программы удалось пообщаться с некоторыми из футболистов Гомеля. Многие, правда, на контакты те отказались. Мол, впереди еще игра против Шахтера, суеверие и все такое. Что поделать, все мы люди и все прекрасно понимаем. Но кое-какой материал для вас все же собрать удалось. Конечно, атмосфера была просто сумасшедшая. И сегодня пришли наши болельщики, которые верили в нас, поддержали. Поэтому игралось очень легко, так как присутствовала 12-я игра. Пришли люди, много людей было. Я любил, когда было больше, на каждой группе такую. Но это Динамо пришло, пришли много никаких болельщиков. Но атмосфера была очень хорошая. Приятно, было приятно. И смотреть, я думаю, что футболистам было приятно играть. Такой атмосферой тогда. Это было здорово. Считаю по праву, что мы на этот матч очень серьезно настраивались, работали. И считаю заслуженным. Этот сезон для нас сложился. Тот же кубок, чемпионат. Конец первого тайма. Если был пенальти, нет, ничего не сказать. Но что, я помолился, что не забили. Знаете, что будет нула. Я не знаю, если это было видно, но я помолился там и сказал, что болел за своего коллегу Забушева. Пенальти там вообще не было, как говорят на повторе. Но я считаю справедливо. Не забили, значит, не было. Забить в таком матче, конечно, радостно, потому что игра была за бронзовую медаль. Поэтому, я думаю, каждый хотел забить в этом матче. Конечно, ощущения очень хорошие, радостные. В первом тайме игра получилась в центре поля. А уже во втором тайме было понятно, что надо и нам выигрывать, и Динамо выигрывать. Поэтому уже играли на обоюдных атаках. Хорошо, команда так весела. Все винов пришли. И руководство, и директор. Все хорошо. Спасибо за все. Шампанское пидо, друзья? Да. То есть вы надеялись на то, что Гомель выиграет сегодня? Да, мы настраивались, да. Сегодня победа решала все. Белорусский теннисист Максим Мирный пополнил ряды послов доброй воли ЮНИСЕФ. Присвоение спортсмену этого статуса прошло в Светлогорске. То, что теннис в этом городе – популярный вид спорта, понимаешь, взглянув на корты местной спортивной школы. Но вместе сотни молодых и совсем юных спортсменов здесь на минувшей неделе собрал не теннис, а скорее теннисист с большой буквы Максим Мирный. Пропустить мастер-класс с ним для начинающих спортсменов – непозволительная роскошь. К слову, этот день запомнится не только светлогорским поклонникам белорусского теннисиста, но и самому Мирному. Ведь приезд в самый молодой белорусский город знаковый. Отсюда Максим уезжал в необычном для себя статусе – посла доброй воли ЮНИСЕФ. Сам спортсмен не скрывает, для него новый титул – это почетно и ответственно. Свою популярность он готов направить в пользу белорусских детей. У меня великолепные отношения с моим отцом. Я сам мать уже отец троих детей, поэтому я остро ощущаю вопросы и проблемы детей вообще в мире. А в частности у нас в Беларуси, мы не исключение, требуется много вопросов, которые должны улучшаться, чтобы жизнь каждого ребенка приобретала гармоничный характер и полноценное развитие. Жеребьевка четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу. Результаты недели в ОЧБ, Кубок страны по боксу, а также подробности 11-го тура чемпионата страны по мини-футболу. Об этом говорим в нашем традиционном новостном блоке. 21 ноября прошла жеребьевка четвертьфинальных матчей розыгрыша Кубка Беларуси по футболу 2011-2012 годов. Пары распределили следующим образом. Гомель встретится с Брестским Динамо на выезде. Футбольный клуб Лида с Нафтаном. Перволиговый Кличевск сыграет с Неманом. Асквич с футбольным клубом Минск. Напомним, гомельчане являются действующими обладателями трофея и не прочь повторить свое прошлогоднее достижение. Кстати, теоретически мы можем стать свидетелями повторения того самого финала «Гомель-Неман», если, конечно, команды доберутся до решающей стадии турнира. За последние семь дней клубы нашего региона провели по три матча в ОЧБ по хоккею. Гомель был сильнее «Шахтера» 3-2, разгромил «Могилев» 7-2. В понедельник «Огненные рыси» на выезде встречались с «Химиком», где выиграли 6-1. «Металлург» же одолел «Могилевчан» 4-1, 3-1 оставил неудел. Клуб из Солигорска 21 ноября «Стальные волки» гостили у «Витебских медведей», где победили 3-2. Теперь турнирную таблицу возглавляют «Гомель», «Металлург» 2-й, «Неман» на третьей позиции. В 11-м туре чемпионата страны по мини-футболу произошла смена лидера. Девятиматчевая победная серия «Литсельмаша» прервалась в Микошевичах. Там была зафиксирована ничья 2-2. Таким образом, чемпионскую гонку возглавил столичный «Мопит». Белорусская «Шигунка» из «Гомель» на третьей позиции. Железнодорожники в этом туре разошлись миром в Борисове с одноименным клубом 1-1. ПТО отчетный тур пропускал, а Светлогорский ЦКК, переиграв «Динамо» БНТУ со счетом 6-2, поправил свое бедственное положение и ушел с предпоследнего места в турнирной таблице. Баталии Кубка страны по боксу прошли в «Гомеле». Более двух сотен участников съехали с город над Сожем, чтобы определить сильнейших в 13 весовых категориях. Если же брать в общем мужские и женские соревнования, то сразу 28 боксеров из Минска и Гомельской областей попали в полуфиналы турнира и, соответственно, вывели свои регионы в лидеры общекомандного зачета. 248 дней остается до старта Олимпийских игр в Лондоне, и мы продолжаем знакомить вас с событиями, так или иначе, связанными с предстоящей Олимпиадой. В сегодняшнем выпуске еженедельника речь пойдет о белорусских батутистах, которые завоевали путевки на главный старт четырехлетия. Также поговорим об эстафете Олимпийского огня, маршрут которой презентовали на британских островах. С 16 по 19 ноября в английском Бирмингеме проходил чемпионат мира по прыжкам на батуте. Бронзу в синхронных прыжках завоевал белорусский дуэт Вячеслав Модель и Николай Казак. Наши спортсмены пропустили вперед только японскую и китайскую пары. В женских индивидуальных прыжках место на пьедестале оспаривала Татьяна Петреня, но в итоге стала только пятая. Вместе с тем, попав в восьмерку финалисток, она завоевала для Беларуси единственную олимпийскую лицензию в этом виде спорта на игры 2012 года в Лондоне. Известные же гобельские батутисты Екатерина Миронова и Антон Прищепов остались без пропуска на Туманный Альбион. Тем временем в Великобритании представлен маршрут эстафета Олимпийского огня летних игр 2012 года. Он составлен специально таким образом, чтобы максимальное количество человек могло увидеть этот огонь собственными глазами. За 10 недель Олимпийский факел пронесут около 8 тысяч человек. Участники эстафеты преодолеют на своем пути 1018 населенных пунктов. Протяженность маршрута составит около 13 тысяч километров. На этом наша программа завершена. В следующий раз старты и финиши выйдут в эфир ровно через неделю. А на сегодня о спорте все. Удачи в делах и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова